Описание представленных катетомограмм пациентки 1983 года рождения от 3 сентября 2019 года. Область исследования. Кости таза, копчик. Контрастное усиление не проводилось. При КТ-исследовании копчика использовано построение в корональной, сагитальной и аксиальной плоскости, трехмерной реконструкции. Определяется краевой перелом переднего края левой вертлужной впадины с минимальным смещением отломков. Определяется перелом левой лонной кости со смещением отломков до 4 мм. Данных за разрыв лобкового симфиза нет. Расстояние между лонными костями до 4 мм. В целом архитектоника костей таза сохранена, значимых смещений нет. Очаги деструкции костной ткани не выявлены. Крестово-подвздошные сочленения без особенностей. КТ-признаки остеомелита костных структур в зоне сканирования не выявлены. Окружающие мягкие ткани без особенностей. В матке визуализируется ВМС. Расположено ниже обычного. В нижнем сегменте матки визуализируется ВМС. Заключение. КТ-признаки посттравматических изменений костей таза. Нельзя исключить экспульсию ВМС. Рекомендовано УЗИ малого таза. Врач-рентгенолог, кандидат медицинских наук М.А. Котов. Заведующий центром КТ и МРТ клиники Медиус. Ассистент кафедры лучевой диагностики с ИЗГМУ имени Мечникова. Комментарий врача-рентгенолога. Добрый день. Значимого освещения костей таза у вас нет. Лобковый симфиз цел. Так что никаких препятствий к естественным родам у вас нет. Можно сказать, что спираль у вас сместилась вниз. Надо сделать УЗИ. На КТ это точно не видно. Редактор субтитров А.Семкин